Или вот еще история, например. До того, как я начал заниматься бизнесом, сетевым маркетингом в частности, я был офицером. Я закончил военно-морское училище, служил на флоте. И закончил службу в звании капитана первого ранга. Я был начальником, у меня была черная служебная «Волга». Меня возили на работу и с работы, на службу и со службы. Приносили мне паек. И вообще мы жили в закрытом спецгородке, режимная зона атомной подводной лодки. И с точки зрения обеспечения семьи, 100% все лежало на мне. И у нас, как мне казалось, было все. Я очень уверенно чувствовал себя в этой жизни. А потом я уволился и стал заниматься бизнесом. И в частности, сетевым. И вдруг я почувствовал, что я вообще никто. Я зарабатывал какие-то деньги, но их все время не хватало. И надежда, мечта и понимание, что в этом бизнесе кроется колоссальный потенциал, гнало меня все вперед, 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 месяц за месяцем, год за годом. А финансовое улучшение не наступало. И были такие моменты, когда оказалось, что все, уже больше дальше уже невозможно. Уже просто сил нет. Знаете, у меня двое детей. Мальчик родился, когда я был молодым офицером, а вот девочка родилась, когда я уже был взрослым человеком. Мне было 38 лет, у меня родилась дочь. И я уже, знаете, так, с пониманием, со вкусом участвовал в воспитании своей дочери. Когда был мой сын маленький, я в основном провел время в море. Да и сам был еще молодой. Не мог ценить этого вот отцовского чувства по-настоящему. А здесь я уже со смаком. Я смаковал, наблюдая, как растет моя девочка, дочь моя. Родители меня понимают. И вот она подрастает, и ее мать решила, что она будет заниматься бальными танцами. И она стала ходить в эти танцы, на танцы. Это было непросто, потому что это требовало все время денег, и усилий регулярно, и год, и два, и три. Партнеров мальчиков, как правило, мало. Один то курит, то воняет, то не хочет, то убегает и так далее, не меняется. И отдачи немного, но она продолжает. И потом я наблюдаю, как она растет, у нее выковывается характер, у нее появляется амбиция, она уже нацелена на достижение результатов. А отдачи все нет. А она продолжает стоять на своем. Я вижу, как она тренируется. И вот наступил момент, когда нашелся партнер, когда десятилетние усилия ее по занятиям бальными танцами стали давать плоды, когда она стала востребованной ездить на соревнования, то все. И вот бы мне бы, отцу, помочь ей, особенно мне, сетевику, человеку, который каждый день рассказывает людям на презентациях и на всяких разных тренингах и школах, о том, что дважды два, четыре, четырежды два, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, миллионы долларов, тра-та-та-та-та-та-та-та, успех, карьера, поездки. Вот бы мне, помочь бы своей дочери. А у меня денег нет. Я всем сердцем, как отец, хочу ей помочь, а у меня нет денег. Она приходит и говорит, мама, с папой, мне нужно сто долларов, мы едем в Днепропетровск на соревнования. А у меня нет сто долларов, нет долги. Я ей говорю, Оля, ты знаешь, в этот раз мы не можем тебе помочь. Сто долларов для нас это неподъемная сумма. Прости, извини. Если кто-нибудь понимает ощущение отца в этот момент, родителя, и тем более отца мужчины, офицера бывшего, который всегда был уверен в том, что он обеспечит своей семье и будущее, это надо пережить. Я готов был провалиться сквозь землю, но у меня, правда, не было сто долларов, и я не знал, где их взять. Я на меня говорю, папа, ты не расстраивайся. Я сейчас вспоминаю, папа, ты не расстраивайся. У нас никогда нет денег. У Наташки Петровой всегда есть и на платье, и на тупле, и на поездке, а у нас никогда. И все. Год за годом, год за годом ты работаешь в этой компании, строишь бизнес, у тебя все разваливается, рассыпается. и в очередной день ты настраиваешься на то, что ты сейчас пойдешь, будешь продавать и подписывать, что проводить презентации, тебе придется, и надо быть в форме, одеваешь галстук, пиджак и пошел. И вот выходишь от дома, прощаешься с женой. Она говорит, давай, я ледь, давай, держись. А ты выходишь с улыбкой, только из подъезда выходишь и вдруг ловишь себя на мысль, что ты не можешь удержать рыдания сухие. Вот все тело сотрясается от рыданий, неудовлетворенные амбиции, отсутствие денег, долги, давление финансовое такое. И не один год, и не два, и не три, и не пять, и не семь, и не восемь, и не девять, а десять. И я продолжал стоять на своем. И потом наступил такой момент, когда вдруг, совершенно неожиданно, совершенно неожиданно, когда ты даже не ожидал, вдруг начались, вдруг началось, вдруг обрушилось на тебя. В первый же месяц три тысячи долларов, четыре, пять, пять тысяч американских долларов в месяц. И моя дочь, которая бросила танцы давно из-за того, что я не мог обеспечить финансово, горящими глазами, говорит, пап, я тоже так хочу. И ты понимаешь, что никакие слова о том, что какой прекрасный сетевой бизнес, никакие заклинания не могли бы ее подвинуть заняться этим, если бы ты вдруг не начал зарабатывать деньги. Десять тысяч долларов в месяц, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок тысяч долларов в месяц. И ты начинаешь понимать, что есть на свете Бог, что бизнес наш действительно прекрасен. Шестьдесят тысяч долларов в месяц. Аж страшно бывает. это реальность. Тот, кто будет стоять на своем, тот, кто будет продолжать долбить, искать, не сдаваться, делать правильные вещи, делать правильные вещи, ориентироваться на натуральный, нужный людям продукт, а не на высосанную из пальца фигню, чтобы обдурить людей. Тот, кто будет действовать изо всех сил, найдя компанию, которая есть продукт, система и подготовленные порядочные спонсоры, тот обязательно преуспеет. Верьте в это, и у вас получится. Точно знаю. У меня получилось, я уже не знаю, я уже не представляю. Я просто никогда не смогу поверить, что в сетевом бизнесе нельзя зарабатывать хотя бы 10, 15, 20, 30 тысяч долларов в месяц. В любой компании, которая заслуживает того, чтобы в ней работать. И помогает это сделать, выйти на такие доходы, умение рассказывать истории честно, драматично, искренне, открыто, потому что те, кто тебя слушают, сами находятся, возможно, в гораздо более худшем положении. Если они видят, что ты был в полнейшем дерьме, и ты говоришь об этом со всей открытостью и правдой, ты не приукрашиваешь ситуацию и не корчишь из себя умника, как многие это делают, ой, да я, да, а сам бездолго. И люди за тобой идут. Хочешь преуспевать, рассказывай честные истории, умело и правильно. Удачи. Спасибо.